Концерт творческих коллективов, палатки с подделками, картинами и выпечкой. Это настоящая ярмарка добра. Чтобы стать благотворителем, здесь достаточно что-нибудь купить. Эти деньги получат семьи с тяжелобольными детьми. Помочь может в прямом смысле даже самая мелкая покупка. Если человека нельзя вылечить, то это не значит, что ему нельзя помочь. Я призываю всем открыть свое сердце. И даже если вы не можете поучаствовать деньгами, нести малую лепту в общее дело, вы можете просто потрудиться. Республиканский день благотворительности и милосердия – это шанс продлить жизнь ребенку. В прошлом году благодаря этой акции помощь получили 29 семей. Большую поддержку в этом деле оказывают не только предприниматели, но и обычные жители. Наши родители постарались, сделали такие красивые поделки. Как таковой цены у нас нету. Кто сколько даст, кому сколько не жалко для деток. Это акция добра. Салфеточку купили. Пожалуйста. Хотя бы то что-то. Мы со всем классом приехали на этот праздник, чтобы подарить добро и получить частичку этого добра в ответ. Акция «Белый цветок» родилась еще в начале 20 века. Она проводилась в Ливодейском дворце и участие в ней принимала царская семья. Всем желающим продавали символические букетики белых цветов. Акции, подобные белому цветку, укрепляют в нас веру друг в друга. Веру в добро. Веру в несокрушимость нашей страны. Потому что благотворительность всегда была основой русской державности. Основные мероприятия прошли в картинной галерее имени Айвазовского и на привокзальной площади. Здесь состоялся молебень и торжественное шествие. Акция «Белый цветок» проводится при поддержке правительства Крыма, Феодосийской и Керченской епархии. Алимия Кайбулаева, телеканал Миллет.